В нашей студии появился гость, с которым, я думаю, мы более подробно обсудим нашу сегодняшнюю тему, говорим мы о безопасности вокруг нас. И в студии у нас заведующая сервисно-абонентской службой ТО Цифра-Ату-Бе Виктория Календюк. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как ваше настроение? Отлично! Ну, говорим мы сегодня о безопасности, и сразу хочется задать вопрос. Как, насколько вы уделяете внимание этой теме, обезопасили окружающих себя? Ну, лично, как вы себя? Ну, смотрите, начнем с того, что на данный момент, как бы, наша компания Цифра-Ату-Бе является лидером по монтажу и обслуживанию домофонной системы. Поэтому безопасность уделяем огромный акцент. Наша работа в основном связана с тем, что мы позволяем подобрать различные методы, чтобы, как бы, обезопасить не только личное пространство жителей, но и, там, коллективное, например. На данный момент у нас запустилась программа «Безопасный дом». А вообще, если говорить, перебью, о вашей службе, когда она была запущена? В 2006 году, нам в этом году исполнилось 10 лет. Поздравляем! И о безопасном доме все-таки поподробнее. Как вы сейчас работаете? Ну, смотрите, что такое безопасный дом, да? В первую очередь, безопасный дом – это установка в доме системы круглосуточной видеорегистрации подъездной и общедомовой территории. Каким образом это делается? Ну, объясню просто. Это какие-то камеры? Да, объясню просто. То есть, у нас в системе домофонов есть вызывной блок, да, куда устанавливается видеокамера, которая фиксирует вход и выход наших жителей. Также эта камера, может быть, если установить ее непосредственно в квартиру, наблюдать, кто пришел или нет, или это как-то у вас все-таки? Фиксируется. Нет, смотрите, ну, как бы, что касается безопасного дома, камера квартиры не устанавливается, устанавливается только на домофонное оборудование и фиксирует только подъезд и фиксирует придомовую территорию. То есть, не отдельную квартиру? Не отдельную квартиру, да. Как это могут просматривать наши жители? Да, как это проследить. Как это проследить, то есть, плюс этой программы, что каждый абонент, который находится у нас на обслуживании, имеет доступ к видеоархиву и может пользоваться им через сайт мойбезопасныйдом.рф. Отлично. Давайте остановимся. То есть, получается, на домофоне установлена камера. Ее видно? Можно? Ну, как бы невооруженным глазом. Вы ее просто так не обнаружите, да. Данные с этой камеры отправляются вам на сервер. Да. Эту сервер просматриваете вы. У вас есть специальный человек, который просматривает, да? Данный сервер находится в Питере. Я как бы вам так скажу. Где сидят за мониторами люди, которые как бы просматривают, ну, в период, например, раз в три часа, но просматривают не то, что там записывается, а просматривают, насколько качественно записывается картинка, работает оборудование, либо не работает, отслеживает. Ага. А вот если случился какой-то момент, то есть в Санкт-Петербурге их это не интересует, то есть перед подъездом кто-то что-то натворил, они не позвонят вам и не предупредят. Вот проследите, пожалуйста. А оповещение, да, какого? Ну, смотрите, в основном все правонарушения у нас как бы случаются перед подъездом. Ну, я примеру просто. Пример из жизни, но зачастую это происходит в самом подъезде. Смотрите, пример из жизни. Гуляет мама с ребенком на лавочке возле подъезда. Погуляли, прогулка закончилась, заходят в квартиру, обнаружила мама, что забыла свой телефон. То есть все, обнаружила пропажу, у нее есть безопасный дом, программа, обратилась к нам, видеоархив сняли, посмотрели. Кто забрал? Кто забрал? Это оказался соседний мальчик, поэтому... Это у вас сейчас случай из практики? Да, да, да. Да, поэтому собственнику вернули телефон, а мальчика как бы, ну, рассказали про него. Хорошо, а вот радиус вы мне расскажите. Смотрите, вот перед дверью подъезда мы это видим, а дальше, допустим, не видно вообще. Радиус камеры, да, какой? Да, да, да. Ну, я вам скажу, 2-3 метра. 2-3 метра. Все видно, да. Мы только что сказали, что у вас запущена программа безопасный дом. И подробнее, пожалуйста, случай из практики. Пример. Да. Ну, пример про мамочку мы уже обсудили, рассказали. Был пример еще на Букинбай-Батыра. Это один из первых домов, которые мы запустили по данной программе. Ну, то есть приходят соседи, да, с большими мешками. Нет, начну по-другому сначала. К нам обращается председатель КСК и говорит, о господи, у меня кого-то в подъезде убили. У меня там кровь... Дальше можете не рассказать. Мы подъездили. Кровь в подъезде, кровь в лифте и так далее. Что мне делать? Посмотрите. Ну, подняли видеоархив. Оказалось, что соседи привезли с Огом. Да, это было... Да, в мешках с первого этажа загрузили в лифт, подняли там на девятый, все это в крови, ну, нашли, соседям дали тряпочку, ведерко отмойте, как бы... Ну, это хорошо. Соседи, мне кажется, должны были потом приготовить бешбармак на весь подъезд. Ну, об этом, блин, не в курсе. История умалчивает. Да. Ну, вот смотрите, этот случай с хорошим концом. А были случаи, когда ДВД обращался, либо вы, наоборот, сводку давали, вот, произошло то-то, то-то, вот, по этому адресу, для чего у вас установлены камни, ваши действия в дальнейшем? Ну, смотрите, пока таких масштабных происшествий, что, ну, это к лучшему, что что-то случилось такое серьезное. Ну, обращаются вот органы к вам. Есть у нас запись, нет, ну, зафиксировали ли какой-либо момент? Если обратятся, конечно, мы данную запись предоставим, да, без проблем. Без проблем. Да. Неважно, что сервер находится в городе Санкт-Петербург. Без проблем. Вы имеете доступ. Конечно. Срок? Насколько из охранения? Срок хранения. Две недели. Две недели. А вот, допустим, я житель этого дома, как часто я могу просматривать архив? Вы можете просматривать в сутки, нет, онлайн нет, однозначно, но это пока. Архив можете просматривать 30 минут в день, то есть доступ тоже только пока. На данный момент мы предоставляем 30 минут в день для абонента. Вот пока меня не устраивает, что камера установлена только на двери подъезд и видно всего лишь в радиусе двух-трех метров. Какие у вас еще есть варианты? Я хочу, например, установить другой монитор, не знаю, какие-нибудь датчики. На подъездной площадке, может быть, дома датчики движения. Ну, не на 100%, а на 90%. Ну, смотрите, помимо программы «Безопасный дом», мы также занимаемся видеобезопасностью, да, что это такое. То есть, вместо трубочки, которая у вас находится в квартире, да, на которую вы отвечаете, там, или спрашиваете, кто к вам пришел, вы приобретаете монитор, мы его устанавливаем, мониторы, как бы, бывают разных видов, то есть сенсорные, там уже навороченные и так далее. Вы уже видите картинку, кто у вас перед подъездом, то есть камера, которая стоит в вызывном блоке, она дает вам эту картинку. Только когда звонят нам в дверь? Нет, на данный момент вот вам идет, поступает звонок в квартиру, вы видите на своем мониторе, кто там находится, можете общаться. Потом далее человек поднимается на ваш этаж, у вас перед вашей дверью также стоит вызывная панель, где вы также можете видеть того человека, который к вам пришел, вашего гостя. То есть эта камера не фиксирует? Смотрите, ну, есть разные виды. Есть такие видеомониторы, которые могут вам и записывать, могут и фиксировать, даже если у вас, например, не было дома, но к вам кто-то приходил, это может производиться, записываться на монитор, вы потом придете домой и просмотрите. Виктория, следующий вопрос. Устраивает тебя? Ну, пока да. Хотелось бы, конечно, усовершенствоваться, но над этим я надеюсь, вы работаете. Виктория, вот ваш дом, ваша квартира, к этой службе вообще, как они? Подключены или нет? И ваши отношения как? Смотрите, ну, мое отношение только положительное, потому что как, не как руководитель, да, абонентской службы, работая в Цифрала к тебе, как житель нашего города, я хочу жить безопасно. Я хочу заходить в свой подъезд, чтобы мне было комфортно, чисто, ну, приятно. Поэтому отношения только положительные, но мой дом на данный момент пока не подключен. Сапожник без сапог. Правда. Но это в работе. Почему? Потому что на данный момент для жителей нашего города это все абсолютно делается бесплатно. Бесплатно, это нужно почекать. То есть оплаты никакой дополнительной нету. Но самое главное, чтобы на подъезде и у жителей не было большой задолженности по обслуживанию домофона. А заявку как подать? Это нужно с соседями переговорить? В смысле заявку? Заявку на остановку безопасного дома? Нет, это собирается собрание, проводится голосование, кто за, кто против, если есть 80% желающих, чтобы данная программа у них существовала, то окей. Остальные... Сравно, неужели могут быть против, если тем более это бесплатно? Ну, вы знаете, как бы люди должны знать, они должны осознанно подходить к этому. Не мы должны заставлять, окей, приходите к нам, как бы, мы вам программу безопасный дом предлагаем. Люди должны понимать, что им безопасность данная нужна, что они хотят. Потому что много случаев таких, как бы, ну, устанавливаем домофон, да. Некоторые хотят, некоторые говорят, ну, зачем нам домофон? Ну, как бы, а дверь-то есть общеподъездная, она стоит. В основном, нас что защищает? Дверь, да, чтобы прямого доступа посторонним людям к нам в подъезд не было. А вот, знаете, вот я вспомнила такой случай, когда, помнишь, в интернете, наберите там раз, два, три, четыре, пять и все домофоны крути. Это действительно работает? Я как бы сама... Определенный код. Да, я об этом слышала, я сама лично не пробовала данную систему, но, как бы, такое бывает, но наша задача, чтобы таких кодов доступа не было. Да, предотвратить. Бывает даже от наших жителей, от наших абонентов заявочки, да, потому что это их не устраивает. То есть у каждого должен быть свой ключ, либо набираем номер квартиры и заходим. Виктория, а вот насколько практично это оборудование «Безопасный дом», ну, то есть перемены в погоде никак не влияют на работу? Ну, первые дома у нас были запущены в декабре прошлого года. Зимой такого не было, когда не мороз, и нет ни лица, ничего. Все замечательно работает. Но если такая проблема существует, как бы для этого у нас есть мониторинговый центр, который отслеживает периодичность каждые три часа, работает ли у вас камера, записывает, не записывает, какое изображение, какая картинка и так далее. Сколько подъездов, домов вы охватили уже по этой программе? На данный момент мы обслуживаем 2610 подъездов, по программе запущены 5 домов. Пока что? Да, потому что данная программа, она не действует на подъезд, то есть договор заключается полностью на дом. Будь там один подъезд, будь там пять подъездов и так далее. На завершение нашей беседы последний вопрос. Перспективы развития этой службы какие? Ну, смотрите, как я вам уже сказала, пять домов мы уже запустили. Наша задача в течение ближайших пяти лет запустить полностью все дома, которые мы обслуживаем. Коротко, пожелания, и мы, наверное, будем прощаться, к сожалению, время ограничено. Ну, пожелания нашим телезрителям, как мы всегда говорим, ваш дом – это ваша крепость. Или береженную. Ваш дом – это ваша крепость, и как вы, как бы, будете себя защищать, это зависит от вас. А мы вам можем в этом помочь, да. Продолжайте свою деятельность, нам очень интересно было с вами побеседовать. Спасибо, что уделили нам время. Хорошего дня.